Компания называется «Семьдесят лиц», каждый представляет некоторое собственное видение в свою сторону, касающиеся недельной главы. В этот раз мы начинаем с места. И я продолжу разговор о недельных главах в соответствии с представлениями, в соответствии с учением, скажем так, Раба Бройера, о котором мы уже много раз говорили, он предлагает рассматривать различные аспекты в соответствии с различными аспектами божественного управления или аспектами с различными взглядами на определенные отрывки. Для того, чтобы понять сложность происходящего, необходимо разложить как бы это на составляющие, на множители, на координаты, чтобы потом объединить. И, как мы говорили, это все основывается на том, что уже в самом начале Тары у нас есть два рассказа о сотворении, которые дают нам основные модели управления Всевышнего. И это модель, которая построена на имя Бога Илуким и на четырехбуквенном имени. Когда речь идет о творении Бога Илуким, который является мерой суда, и о творении со стороны Бога четырехбуквенного имени, который является мерой милосердия. В некоторых местах рассказы разделены так же, как они разделены в рассказе о творении. В других местах мы видели уже несколько раз, что они смешаны. И оба имени идут параллельно в истории, так что образуются как бы два рассказа, два различных взгляда. Я хотела предварительно сказать немного о том, что когда мы видим в мире различные управления, это естественный наш человеческий взгляд. Но всегда нужно не забывать, что естественным образом мы всегда провозглашаем единство Всевышнего и говорим, что каждый день по нескольку раз. Ашем Ихан, ушмо Ихан. Господь Бог наш, Господь един. И в молитве Алина, например, тоже сказано в будущем. Будет всем ясно, что Бог един и имя Его один. В том смысле, что на сегодняшний день это мы провозглашаем, но мы еще не видим реально в жизни. В реальной части человек воспринимает различные управления, различные проявления Всевышнего, как какие-то раздельные силы. Несмотря на то, что он знает, что все происходит из одного источника, он видит, тем не менее, различные его свойства, различные его качества. Он не осознает, что это одно и то же. Я хотела тут привести пример, который я слышала от одного Рава при изучении книги «Датфунут. Познание разума». Книга, которую Рамхаль написала в «Озновок мироздания». Очень важная, интересная. Она очень подробно разбирает всякие аспекты управления. Но базовое положение этой книги о том, что есть два основных управления. Одно управление – это управление наградой наказания, то есть прямо меры суда. А второе управление – это открытие единства. То есть то, что мы видим сейчас как проявление милосердия или проявление суда или другие какие-то аспекты божественных свойств, в конечном итоге весь мир идет к некоторой цели, когда все это сольется в одно, когда мы видим, что все это одно и то же. И этот Рав тогда привел пример с рукой и перчаткой, что мы видим внешнюю сторону, которая представляется нам управлением наградой наказания. А на самом деле за этим стоит какая-то более высокая цель, которую он называет открытие единства, то есть открытие реального управления Бога в этом мире. цели, которые мы имеем. И по матрифике, которую я сегодня собиралась разбирать, я хочу сначала его прочесть, и мы увидим, что там употребляются оба имени, имя Господь, условно говоря, как переводится на русский, четырехбуквенное имя, имя Бог. И в соответствии с этим употреблением мы увидим, что есть два различных, две различных истории, которые слились здесь в одну историю. Это история откровения, которую Яков получил по дороге в Харан. Ой, секундочку. Я могу сделать? Да. Ой, что-то у меня не получается. Ох, ну, секунду. Да, все прекрасно. Пока я тут это самое гуляю, посмотрите, пожалуйста, отрывок. Еще раз глазами. Я знаю прекрасно, что вы все это видели сто раз, но тем не менее. А просто мне нужно кошку впустить, она там плачет за дверь. Так надо переводить шва. В конечном итоге от этой идеи отказались, но так уже перевод вышел. Это действительно нам не очень симпатично, очень странно выглядит в русском языке. Конечно, мы всегда стараемся подбирать терминологию. Может быть, с точки зрения фонетической это логично, но с точки зрения того, что мы видим, это странно. Но если бы я этот текст копировал себе, я бы поправила, но поскольку я сейчас... Тут есть и опечатки, но не страшно. Нам главное прочесть этот текст. Давайте спокойненько прочтем его и обратим внимание, что есть различия. «И вышел яководь Гершева и пошел в Харан. И пришел он в одно место и педничевал там, потому что зашло солнце. Взял из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И снился, вот лестница поставлена на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангелы божьи восходят и нисходят по ней». Ангелы божьи, да? И вот Господь стоит перед нем. Это не единственное место такое в таре, и можно приводить к этому разные объяснения, но определенно видно, что есть здесь какой-то переход. Он требует объяснения. Комментаторы объясняют его так, как объясняют, и, в общем, Роброер не возражает против этого. Но он говорит, давайте вот разделим то, что вот до сих пор это было видение, и ангелы божьи поднимались и спускались. А тут появляется Господь, и он стоит при нем. И он говорит, да? До этого никакого голоса не было. Голос есть только Бога. «Я, Господь, Бога Враама, Отца твоего, Бога Ицхака, землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься на запад и на восток, и на север и на юг, и благословяться в тебе, и в потомстве твоем все племеноземные. И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю эту, ибо я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что я сказал тебе». И пробудился Яков от сна своего и сказал, что он сказал, «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». Так это реакция на то, что с ним говорил Господь. И убоялся, и сказал, «Как страшно место это!» Мы чувствуем, что снова есть переход. Сначала он сказал, «Да, действительно, есть Господь в этом месте, вау!» Я получил откровение от него, он со мной разговаривал, но тут не было никакого страха. Страх – это от того, что он понял, что место – это страшно. Почему? Это ничто иное, как Дом Божий. Боится, он Бога, а не Господа. А это – врата небесные. О чем идет речь? О том видении, которое он видел, а не о тех словах, которые он слышал. И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил в себе из головы, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарекает ему место, это мог быть Тель. А первоначальное имя того города Лусь. И дал обет Яков, то тут опять появляется странность. Ему уже все обещали. Неожиданно он дает обет. И сказал, если Бог будет со мной, ему уже обещали, что есть Бог. Конечно, на это есть ответы у комментаторов. Стандартный ответ. Ему, конечно, обещали, но он понимает, что если он будет грешить, если он не будет себя хорошо вести, обещание может отменить. И много других объяснений. Но, тем не менее, мы снова видим тут разделение. Бог ему обещал, Бог – Господь. А перед Богом он дает обет. И дал обет Яков, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, я возвращусь в мире, в дом отца моего, и будет тогда Господь мне Богом. В этом месте уже как бы есть соединение и Бога, и Господа. А камень этот, который я поставил памятником, будет домом Божьим. То есть Господь будет мне Богом – это ответ на слова Господа, а камень, который я поставил памятником, это завершение как бы его договора с Богом. Если со мной будет все в порядке, то я вернусь благополучно, то это место я сделаю домом Божьим, и от всего, что у меня есть, я дам тебе десятую часть. Теперь посмотрим на два рассказа. Я сняла эту цитату, и здесь мы увидели, что есть два управления. И, во-первых, нужно отметить, что откровение, которое получил Яков, это не нечто, что он выбрал, нечто, что он инициировал. Он совершенно ничего не инициировал, он шел себе спокойно в Харам, остановился неожиданно в некотором месте, потому что зашло солнце, и больше того, комментаторы говорят, что специально зашло солнце, чтобы он там остановился, потому что в этом месте действительно дом Бога и ворота небес, и так далее. И вот так специально Бог сделал, чтобы он там остановился и там мог увидеть этот вечный сон. И это в рамках управления Бога, потому что лестница – это управление Богом. Всевышний же, милосердный Господь, он находится всюду. Ему не нужно было в каком-то конкретном месте останавливать Якова, чтобы он узнал, что это дом Бога, чтобы он обещал в этом месте построить жертвенник, основать место служения. Почему Бог к нему обращается заодно? Почему, то есть, Господь к нему обращается? Совершенно не потому, что он дошел до этого места, он всюду ездит. Он к нему обращается, потому что он, Яков, в этот момент отделился от семьи, вырос, стал самостоятельным человеком, стал строить свою жизнь. И это момент, когда к нему обращается Господь и дает ему благословение Якова, Абраама, который он получил у Абраама, потом он получил, его же получил и цехаку. Теперь пришло его время получить благословение. Совершенно другие причины в рамках управления четырехбуквенного имени. Проснувшись, Яков прежде всего понимает, что с ним говорил Господь. И никакого страха он здесь не испытывал. Почему он говорит, я не знал, что здесь Господь находится. Господь находится, это нахождение шхины. Это вовсе не то же самое, то есть, это не совсем то же самое, что ворота небес. То есть, шхина, как мы знаем, вообще она может быть с Израилем, где бы он ни был, двигаться с места на место и так далее. Божественное присутствие, это не обязательно связано с конкретным местом. И когда он осознает, что оно здесь было, божественное присутствие, ему становится неудобно. Я не знал, я тут лег спать спокойненько, совершенно без всяких намерений, как у себя дома. там, где есть божественное присутствие, не ложатся спать, поэтому ему неловко как бы. Но не это порождает его страх. Когда он понимает, что здесь ворота небес, что здесь ворота Бога, который Бог суда, который управляет миром с точки зрения награды и наказания, тогда тебе становится страшно. Ты стоишь перед этим местом, и ты связан с ними не только через лестницу. По ней спускаются ангелы, по ней спускается божественное управление. Они что-то… Никакого прямого контакта у тебя с ним нет. Ты этого боишься. И он никакого обещания на самом деле не получил от Бога. И поэтому он боится, и он не уверен, что все будет здесь хорошо. И вот это место, на котором он лежал, он называет это как бы домом Бога. На самом деле дом Бога не это. На самом деле дом Бога – это там наверху, там, где есть ворота в небеса. Но вот на этом, поскольку с этим камнем, на котором он видел эту лестницу, куда она упирается, как бы небеса связаны, то он понимает, что это место нужно сделать домом служения. Домом служения Богу, да? Потому что Бог нуждается в том, чтобы, ну как бы, условно говоря, чтобы было место, да, чтобы было место служения. А Господь, он, как бы, служит. Еще раз повторяю, это один и тот же Бог. Это одна и та же история, но мы ее видим с двух совершенно разных сторон. С точки зрения Бога, это одна и та же рука, одно и то же действие. Но мы его видим как два разных проявления. Далее идет речь о названии Бетей. Тоже тут есть странность. Он сначала, как бы, называет это место Бетей, потому что там, как бы, ему открылся Бог и открылся Господь. Но в конце он говорит, если все будет благополучно, вот, и я вернусь, тогда это будет Бетелем. Тогда я здесь устрою место служения. То есть опять есть некоторое раздвоение. Хотя в конечном итоге они, эти управления, объединяются. И с точки зрения обета, один действительно обет дает Господу, что Господь будет ему, в конечном итоге, Богом. А Богу он обещает, что построит на этом месте дом служения. И с точки зрения Бога, безусловно, это все одно и то же. Его управление – это одно управление. Это с точки зрения, какого все непонятно. Он не знает, чем все это кончится. Он обещает Богу там, то, что он сделает, это место дома служения, если с ним будет все в порядке. Он дает ему обет. Неизвестно, все ли хорошо кончится еще. С точки зрения Всевышнего это известно. Потому что у истории есть как бы определенная цель. Все происходит с каким-то подбожественным управлением. Господь знает, что все. Он может обещать, потому что все действительно будет Якову дано. Но с точки зрения Якову этого он понимает, что это божественное обещание может быть еще и отменено, если он будет грешить. Поэтому он дает обещание. И в этом обещании на самом деле уже сливается и Бог в каком-то смысле, и Бог, и Господь. Потому что он тоже понимает, что это как бы Господь един. Но мы все всегда ощущаем некоторую вот эту раздвоенность. С одной стороны награды и наказания управления, с другой стороны милосердие. И только иногда, оглянувшись назад, мы понимаем, каким образом эти две аспекта сливаются вместе. Что то, что нам казалось наградой, оно может быть наказанием или то, что нам казалось наказанием этой милосердия. А когда мы это все переживаем, онлайн, то, что называется, нет, это не онлайн, а в реалити. Ну, в процессе, да, человеку трудно осознать, что все это единство. Ну, есть ли вопросы? Получается, что задача Якова соединить как раз вот эти аспекты, да, и самому стать вот этой лестницей между землей и небом. Да, да, это замечательно, замечательно. Это правильно, я думаю, да. Это образ, он важный, да. Нет, но надо сказать, что лестница, она в любви, образ это Бога. Соединить образ лестницы с образом голоса Божьего. На лестнице мы не слышим, не видим Бога и не слышим Его слов. Мы видим только, что есть какие-то ангелы, есть какие-то законы, которые действуют в мире. Это то, что мы видим, это внешняя сторона. Внешняя сторона – это как бы управление наградой наказания. А внутри этого есть божественные цели, которые более высокие в каком-то смысле. Тем не менее, мы имеем дело всегда с природой и с законами награды наказания. Вопрос, можем ли мы увидеть, услышать за этим голос Бога. А вот у меня еще вопрос. Можно спросить? Скажите, вот он поставил себе памятник, его изголовье взял камень и возлил на него ели. Это что, не является разве идолопоклонством? Нет, это не является. Почему же? И идолопоклонство не в форме служения. В форме служения могут быть одинаковыми и в храме, и в идолопоклонстве. В храме воскуряют благовоние, да? И идолопоклонники воскуряют благовоние. Больше того, с этим связаны еще там всякие законы, что все, что делается в храме, любое действие, если ты его сделал каким-то другим богам, то за это наказывается. Это и есть. Рав Шерки об этом пишет в законах идолопоклонства в своей чурханарубке, то, что мы называем законом для внейнох. Одни и те же действия, все зависит от того, к кому они обращены. И это очень сильно меняет их смысл. Понятно. Это значит, что он это сделал, эту Машему, да? Да, конечно. Валерий задает вопрос, потому что он знает, что будущее Мацевод будут запрещены. Это другой вопрос. Это вопрос другой совершенно, почему будущее Мацевод стали запрещены по временам працев, они были разрешены, но это как бы уже другая тема. А можно спросить по поводу лестницы? Вы не думаете, что она Аврааму должна была в принципе присниться, потому что он был первой лестницей между Богом и землей. Почему этот сон не приснился ему? Как по мне, он больше принадлежит ему. Я не могу сказать. Не могу. Это трудно. Трудный вопрос. Почему у каждого из працев было какое-то свое назначение в жизни свои испытания? И каждый должен был найти свой какой-то путь. Один у Авраама, другой как раз тот, скажем так, если действительно Авраам это лестница, то зачем вы ее видите? Он сам ее является. Для него не было такие как бы это не его проблемы. Законы награды наказания. Ну, я не хочу здесь на самом деле очень сильно спекуляции разводить. Но по-простому мне кажется, что такой вопрос трудно ответить вообще. Почему не так? Есть очень простой ответ по гематрии. На самом деле услов голос и лестница одинаковые гематрии. голос написать без буквы вав, как сказано коль, коль Яков, то голос Яков. То есть у нас Яков ассоциируется с голосом, потому что про него так сказано. И лестница Сулан там тоже 130 гематрия. Отлично. А это значит, что Яков был более отдален от Бога, чем Авраам? Это трудно сказать. Это было бы очень сильное высказывание. Я такой комментарий считал Рава Шерки, что он увидел лестницу как раз потому, что он покинул землю Израиля. В земле Израиля небо и земля едины. Когда он вышел за границу, то там понадобилась лестница между небом и землей. Это тоже здорово. И я еще такой комментарий слышала, что это за ангелы туда-сюда поднимались и спускались. Объясняется, что это стандартное объяснение, что поднимаются ангелы, которые вне земли Израиля. И какое-то такое объяснение было одного израиля, что не беспокойся Яков, там тоже будут ангелы сопровождать не только в земле Израиля. То есть можно видеть совершенно разные. Нихама рассказала самое стандартное комментарий, старавшись с этого начинает. А вообще существует около 15 или 16 объяснений, что эти ангелы там делали, кто они такие. Это отдельно интересная история. Совершенно отдельная тема. Я могу рассказать чуть больше про Авраама и Тхака Якова и про богов. Вот собственно это будет логическое продолжение. Да давайте вперед. Пойдет Андрей, а потом ты, хорошо? Меня будут дергать в офисе. Я забросил работу и все, я телефоны положил. Не надо работать, будем учиться. У меня все гораздо проще, чем у Нехамы. Никаких высоких материй, все приземленно. Но пасук тот же самый. Натан, если откроешь, тот же самый пасук. Я тебя сделал кухостом, нет? Я сделал? Слихо, слихо. Я тебя сделал кухостом. 28-13 пасук тот же самый. Смотрите, если видно, да? И вот стоит над ним и сказал Господь Авраама твоего Ицхака. Меня конкретно интересует только эта фраза. Я Господь Бог Авраама, отца твоего, Бог Ицхака. Для тех, кто читает на иврите, вот я перехожу на ссылочку сифари, ани ашем элогей врагам навиха в элогей Ицхак. Видно, да? Если я перехожу с русского на английский, на иврит, видно? Да, да. Окей. Как обычно я люблю, думаю, вам тоже понравится. Сначала мы разберем вот этот конкретный пасучок, посмотрим на кору дерева, думаю, у вас будет кое-что добавить, а потом резко на несколько километров вверх уйдем в небо и посмотрим на всю эту ситуацию, а точнее на весь берешит и разберем с высоты птичьего полета. Раши любит делать то, что я сейчас делаю, разбираем пасук, Рамбан любит разбирать все сверху вниз. Поэтому, собственно, у Рамбана очень длинный комментарий на первые, вторые, третьи пасуки каждой главы, потому что он не заморачивается по строчникам, он просто разбирает все идеи, которые ему приходят в голову. То есть сначала разберем «Я Господь Бог Авраама, отца твоего и Бога Ицхака». Вы видите, что фраза «Отца твоего и Бога Ицхака». Резко Авраам из дедушки превратился в папу Яакова. Интересно. А Бог Ицхака, а Ицхак кем тогда является? Вообще сбоку. Он где-то в середине пасука потерялся. Обратите внимание. Естественно, я думаю, у вас есть комментарии, почему Авраам здесь назван отцом Яакова. Ведь это не так. Мы же с вами читали раньше книгу «Берешит». Некоторые читали по 70 раз уже. Но тем не менее очень странный. Давайте сейчас я готов послушать, кто считает, почему вдруг из дедушки превратился Авраам в отца Яакова. А потом я свои версии расскажу. Все молчат, никто не знает. Есть простое объяснение, что дедушка так же называется отцом, внук так же называется сыном, дедем называются братьями. Это мы в Торе встречаем часто. Да, это Мальбим любит такое объяснение. Мальбим даже посчитал. Я не знаю, я бы предположила, что Авраам называется отцом, потому что это его функция. Мы его называем отец Авраам, Авраам один, не братец. На русский мы переводим пратьец, опять же, потому что такова традиция перевода. Вообще-то он отец называется. Почему? Потому что он отец многих народов. Нехама, Ицхак Авину тоже. Почему он здесь? У нас два Авину, один Ицхак. Но он не называется, имя у него не такое, имя Авраама само говорит за него, что он принимается. Какие еще ответы есть? У нас тут знатоки Торы сидят, смотрите, 20 человек. Вот мне сразу пришло на память случай, когда Яков благословил Ифраема и Минаше и назвал их детьми своими. Да, хорошо. Это все прекрасно. Почему Ицхака убрали отцов? Тупик. Тупик. Смотрите, я... Потому что Высаки назовется имя прямая передача. Вот ты уже одно из объяснений начинаешь трогать. Давайте я дам несколько ответов. Я хотел потратить на это очень маленькое количество времени. Первый ответ каббалистический, который всем понравится, который не понимаю ничего. Мы знаем, что Авраам представляет собой Миду Хесед, то есть милосердие, дает добро налево и направо. Чистый такой Гамель Хасадим. Я напомню, что он не чистый Хасдан. Чистый Хасдан был Ишмаэль, Авраам был ограниченный Хесед. Но тем не менее, его меда основна это Хесед. Всех нагрузить добром по полной программе вокруг себя. Собственно, этим он занимался всю свою жизнь. Это Хесед. А с другой стороны, Ицхак, мы это тоже с вами учили, у него меда гвура, строгость, справедливость, особенно по отношению к самому себе. Он был очень строгий. Ривка его боялась, не разговаривала с ним несколько десятков лет, мы с вами это учили. Вот как бы два таких пракца и очень разных. И мы с вами тоже учили, что Яаков называется Эмет или Тиферет, он гармоничный. Он как бы и там и сям. Он немножечко взял от Авраама милосердия, милости, доброты и взял от Ицхвака. Он брал это все, конечно же, постепенно в течение своей жизни. У него несколько промежуточных точек в виде 15 лет, когда он купил первородство, потом 63 года, когда он взял браху, которая якобы предполагалась Эйсаву. То есть постепенно в течение своей жизни он приобрел оба эти качества и сделал из них гармоничное качество. А теперь каббалистический ответ следующий. Дело в том, что если у нас есть два человека, один Авраам, второй Ицхак, один левый, второй правый, и есть Яаков, который средний, то средний всегда имеет тенденцию наклонность, тянуться к правой, к Хеседу. То есть я не знаю, я хотел это на простом примере в семье. Допустим, есть папа, вот вес такой очень строгий, очень справедливый, нельзя сказать, что он плохой, он просто строгий, справедливый. А есть мама, которая добрая, которая все разрешает, все позволяет. И есть сын, он как бы средний, он не определился еще. То ли он будет каким как папа, то ли мама. И этот сын всегда будет тянуться, ему ближе будет мама, добрая, хорошая, Хесед. Каббалисты, говорят, есть другой пример. Например, чуть раньше в Берешите мы с вами изучали, Шем правый, он хотел накрыть голого Ноха, Ахам, который левый, наоборот, хотел всем рассказать и показать. Смотрите, какой у нас голый папа. Приходит Яфед, средний, и он накрывает вместе с Шемом голого Ноха. Смотрите, вот средняя часть, она решила пойти в сторону права, в сторону доброты. Это такое очень сложное каббалистическое объяснение, оно здесь присутствует. Мы видим, что Яков по природе своей ближе к Аврааму. Приходит Клиякар, и он говорит, давайте все проще объясним, все по пшату, как мы любим Клиякар, Авраам, лучиц. Он говорит, еще раз здесь написано, что дедушка Авраам является отцом Якова, всего-навсего, чтобы отвергнуть предположение, что Сара забеременела не от мужа, опровержение, а от царя Вимелиха. Помните, в начале прошлой главы мы долго рассказывали, что некоторые хихикали, смеялись в то время, дураки некоторые. На самом деле, они действительно были дураками, не только насмешниками, потому что, если бы они были умными насмешниками, то нужно было бы сказать, не Авраам родил Ицхака, а Сара родила Ицхака. Но это отдельная тема в прошлый раз. То есть, Клиакар говорит, были до сих пор в течение нескольких десятков лет, а мы об этом с вами учим несколько тысяч лет, были насмешники, которые считали, что Сара забеременела Атови Мелиха. И для того, чтобы отвергнуть вообще любые претензии этих людей, здесь написано, прямым потомком Авраама является Яков. Вот как интересно, Клиакар, Папшату очень просто. Орахайм. Орахайм, я в субботу рассказывал, наверное, часа полтора на эту тему. Он, пасук, разбирает вдоль и поперек этот, Орахайм Акадош. Он говорит, единственная цель пасука нашего в Торе состоит в том, чтобы исключить Эйсава из потомков Авраама. У нас написано Я, Господь Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Ицхака. Автоматически Эйсав не удел. Он выходит просто куда-то далеко и дальше мы можем обсуждать почему, а как и так далее. Это отдельное обсуждение. Но это Орахайм совсем вкратце, потому что я не хочу долго на эту тему писать. Раби Леви Ицак из Бердичева современник по сравнению с Сорахайм и Склиякар наш. Он говорит, причем даже из Бердичева географически недалеко, Авраам ушел со святой земли в Египет, а Ицхак был не таков. Мы помним, что Авраам человек, который несколько раз входил и выходил из земли к Наан, входил и выходил. Ицхак единственный, который просидел на очень маленьком кусочке земли, максимум куда-нибудь в Грар Плештим, может быть Байаршеву. Вот здесь у него квадрат был сто на сто километров, все. Он дальше не выходил никуда. И Яков сейчас назван сыном Авраама только потому, что у Якова была похожая ситуация передвигаться или не передвигаться вне земли Израиля, сказал Рави Леви Ицхак из Бердичева. То есть относительно этого разрешения временно покидать землю Израиля и назван он сыном Авраама. Очень простое, обшатное понимание текста. Приходит Раби Мейер Симха и дает два объяснения. Одно объяснение довольно сложное, одно очень простое, мне нравится. Сложное опять же по поводу Исава, которого удалили словами Урахаи Макадоша. Я думаю, это отдельно нужно будет поговорить. Мешихохма говорит, что есть несколько в Талбуде мнений, что именно с Исавом произошло. Считается ли он потомком Ицхака Авраама или не считается. Вот есть три мнения. Первое мнение Рава Йосифа Тарани. Конечно же Исав является потомком Ицхака и нужно об этом поговорить. Второе, Шаббат 104, не считается Исав потомком Ицхака. То есть, как бы, то, что мы говорим, он еврей, но все же он еврей. Так вот, есть такое мнение, что совсем не еврей. И третье мнение, Исав является потомком, а вот дети его не являются потомком Ицхака. Три интересных мнения, каждая достойна обсуждения. Но дальше Раби Мейер Симха из Двинска, величайший литовский мудрец Торы, он сказал следующую вещь. Вы забыли, что 22 года не исполнял заповедь почитания отца Яков. Он же ушел, в 63 года вернулся, вот смотрите, уже 100 лет ему было, почти 100 лет. То есть 22 года он не выполнял эту заповедь почитания отца и матери своей, к сожалению. И за это у него были наказания в виде продажи Йосефа, много всего он испытал. Но тем не менее Исав исполнял заповедь уважения, как мы будем с вами в следующую главу Ваишлах читать. И поэтому, говорит Раби Мейер Симха из Двинска и написано, Яков скажет, кстати, между прочим, когда он вернется уже в свою Хеврон к своей семье, мамы тогда уже не будет, Ривки будет Ицхак, и там будет написано всесильный отца моего Авраама, всесильный отца моего Ицхака. Там будет уже все нормально, у него уже два отца, один Авраам, второй Ицхак, и все очень даже хорошо. Поэтому здесь не написано, что Ицхак является отцом, потому что он не исполнял заповедь. Исполняешь заповедь почитания, являешься отцом, не исполняешься. Нет. У меня тогда вопрос, Раби Мейер Симха из Двинска, тогда получается, что он исполнял заповедь почитания отца Авраама. Вот такой интересный вопрос. Но это уже вопрос остается без ответа, потому что некого спросить. Раби Мейер Симха из Двинска не имеет имейл, скорее всего, не имел его никогда. Тут здесь еще второй вопрос мы с вами учили, тех, кто внимательно изучает Тору, что Тора не пишет обычно Бог такого-то человека, пока человек жив. Категорически. Нельзя написать. Нельзя сказать, что это Бог такого-то человека, потому что этот человек может в самые последние минуты своей жизни такого натворить, что было в истории у нас. человек умер хорошим человеком, праведником. Мы имеем право говорить Бог такого-то человека. А у нас здесь написано Бог Ицхака, а мы знаем, что он еще жив. Даже посчитать с вами сможем. Как такое написано? Кто знает ответ на этот вопрос? Почему здесь написано Бог Ицхака, если он жив? Ответ простой. Он слепой. А у нас слепые, как мертвые. Это, кстати, тоже хороший вопрос. Это мы с вами изучили всего-навсего, скажем так, третью часть одного пасука более-менее подробно. А теперь все-таки давайте спустимся и посмотрим на лес, а не на маленькое дерево. У нас очень часто в Торе, особенно в Перешите, иногда это подряд написано Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Поэтому некоторые недобросовестные люди из соседних цивилизаций, они даже здесь начинают выдумывать всякие глупости. Мы же понимаем, что смысл какой-то стоит и надо его объяснить. Уважаемый Раф Лейбович, не Раф, профессор Лейбович, Ешаяу Лейбович, у него хорошее потомство в виде Нихамана Лейбович, величайший мудрецы Торы, хотя Равинами не являлись. Он взял и подсчитал... Не, не, пожалуйста, это сестра Лейбов. Сестра разве, да? Да, да, да. Потомство у него тоже очень приличное, у него есть прекрасный внук, Равин известный, но Нихамана Лейбович, его сестра, да? Она гораздо младше его, поэтому я такое допущение, извините, сказал. Так вот, он говорит, что рассказов в патриархе Яакове занимает около 58% книги Берешит, 58%. Шесть с лишним парашиот, с лишним глав, посвященных Яакову. Для сравнения, у нас Ицхак, праотец Ицхак, у него две еле-еле насобиралось, там больше полторы, Авраама чуть больше, две с половиной. Но если мы посчитаем Бегибарам в Берешите, то можно тогда, наверное, три с половиной посчитать. Но тем не менее, Яаков рекордсмен. И когда профессор Ишаях Улейбович говорит, учитывая этот факт, 58% книги Берешит, можно сделать вывод, что книгу Берешит можно дать второе имя, книга нашего патриарха Яакова, так сказал профессор Лейбович, не я. И дальше он заключает, что конечно же они все являются отцами. Но кто из них отец народа Израиля? Почему еврейский народ называют Бнэй Яаков, Лебнэй Исраэ? Небнэй Авраам, Небнэй Цхак? Дальше. Это такой вопрос в никуда, риторический. Мы, когда начинали с вами изучать Лех-Леха, в самом-самом начале, длиннющий комментарий, там, Рамбан спорит с Рамбомом, Маймониц, Нахмонидом, помните, да? Я таких длинных у Рамбома комментариев не встречал. И среди прочих, кстати, по поводу ангелов, которых можно видеть или нельзя их видеть, это во сне. Кстати, большинство каббалистов, весь наш пасук, они не особо комментируют. Они говорят, здесь сон, и все нормально. И когда мы видим, прямым текстом написано сон, то уже можем обсуждать, рассуждать и так далее. Вот в том знаменитом начальном своем перуше Клех-Леха Рамбан сказал, сказал знаменитую фразу, ее все повторяют уже тысячи лет. Маасей Авод, Симан Лебанин, деяния отцов являются знаком для их поколений. И вот такой вопрос задает профессор Лебович. Сейчас я его цитирую, но сейчас, буквально, через пять минут перестану. Кому больше относятся слова Нахманида, что деяния отцов Маасей Авод, Симан Лебанин являются знаком для детей? Деяние Авраама, деяние Ицхака или деяние Яакова? Вот современный еврейский народ, когда он живет, выживает, радуется, грустит и так далее, женится, рожает детей, имеет проблемы, имеет победы, на кого больше ориентируется еврейский народ из этих трех прадцев? На самом деле, очень серьезный вопрос. Опять же, я скажу храмовальную фразу, Рав Мейдан, глава Ешивы Хар Гетсион, довольно сианистская Ешива, он сказал, категорически нельзя брать пример семейных отношений наших прадцев и применять в своих семьях. Категорически нельзя. Тут у нас и с братской любовью проблемы, и с воспитанием детей, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно, хасидские комментаторы сразу говорят обратное, но в любом случае у нас есть три прадца, и Всевышний с ними совершенно по-разному поступал. И они имели разных ЛОК, поэтому в тексте у нас написано несколько раз, что у каждого свой. Конечно же, посмотреть на эту ситуацию чуть шире, мы видим, скажем, пример Якова, гораздо более убедителен в жизни еврейского народа на сегодня. Есть различные пересечения. Например, возьмем самый яркий пример. Четыре царства, когда евреи будут уходить в Галут, над ними будет власть четырех этих царств знаменитых. вы помните в прекрасном Вавилон, Персия, Греция и Рим. Такая вещь была во сне у Авраама, когда совершалось бритбейнабетарим, разрезание половинок. В некотором смысле нужно, конечно, найти, просто так прямым текстом там не написано. Ну и лестница, которую мы с вами видим в нашей главе, уже у Якова, намек на эти четыре, правда через Медраж, конечно же, видим четыре царства. То есть одно и то же мы видим и у Авраама, и у Якова. Например, такая маленькая вещь. Дальше. Аврааму земля показывается налево-направо, на север-на юг, на запад и на восток. То же самое видит и Яков. У Фарадста Ямовый, Кедма, Цафоновый, Ныгба. Единственное, что у них порядок очень разный. У Авраама через север-на юг, потом запад-восток, а у Якова сначала Ямовый, Кедма, сначала на запад, потом на восток, с Афоновым, потом север-на юг. Кстати, это большое интересное объяснение, почему по-разному показывал землю Всевышний, Якову, Авраам. Потом Машеробей, но третий будет, и им совершенно другой будет порядок. То есть такие маленькие нюансы, когда мы видим, что то, что показывалось Аврааму, показывается и Якову. Есть о чем подумать. Между прочим, вот видите, наш 13-й посуг, отец Авраама все-таки Яков. Но бесспорно, никто не спорит. Особенно Равшерки очень убедителен в этом вопросе, что Яков создал народ. Он создал мини-народ, и он вышел от Лавана. Первое создание еврейского народа это выход от Лавана всего большого семейства. Все причины и поводы мы имеем, они разговаривают на языке, между прочим, на еврите, в отличие от Лавана, который по-прежнему продолжает на своем арамейском. мы видим военную машину, которая в виде двух человек уничтожила город Шхем и так далее, и так далее. Все, если мы возьмем кто такой народ и переложим на маленький мини-народ Якова, который вышел Лавана, это самый настоящий народ. Авраам со своими сослуживцами, друзьями, школем и со своей маленькой армией в виде рожденных рабов в его доме и рядом не стоял по сравнению с Яковом. Яков на тот человек, который создал еврейский народ. К сожалению, получилось то, что получилось, но тем не менее это бесспорно. Теперь очень важно надо сказать, что Всевышний сопровождает детей Израиля, детей Якова, как нацию на протяжении всей их истории. Причем манера сопровождения Всевышнего, она похожа на сопровождение детей Якова, Элуке Яков. Совсем кратко, чем отличается Элуке Авраам от Элуке Яков и Элуке Ицхак? Авраам, возьмем Авраама, его называют Всевышний выхода, либо Бог выхода. Он постоянно куда-то выходит. Входит, выходит, входит, выходит. Например, пошел Байтель, пошел на гору Мария, потом пошел Хеврон, потом пошел Бершеву, Грар, в Египет и другие места. Такое впечатление, что он должен, это его работа. Авраама куда-то ходить. Более того, Авраам постоянно нуждался в чужой помощи, внешней помощи. У него откровения были на каждом шагу. В каждом более-менее важном эпизоде жизни всегда был Всевышний рядом с ним. Так говорят, открывался Авраам бесчисленное количество раз. У него были сны, как мы с вами учили, по 18 часов. Когда три ангела пришли его проведать после обрезания, Маймонид говорит, что он впал на 18 часов в сон пророческий. Во время Бритта Бейнабетарим явился, откровение произошло, отделился от Лота. Потом было послано Агарь. В Египет он спустился, там было несколько раз откровение Всевышнего. Акидат Ицхак тоже и так далее. Война с Авраама четырьмя царями. Даже не хочу считать, большое количество раз Всевышний открывался ему. Вот такой вот Элокей Авраам бог выхода. А кто такой Элокей Ицхак? Бог Ицхака? Здесь все гораздо интереснее. Это уникальный праотец еврейского народа. Его можно назвать бог обитания или бог проживания. Никуда Ицхак не выходил, как Авраам. Ему несколько раз Ицхаку было написано «Прибывай в этой земле, я буду с вами и благословлю вас. Сиди, работай, никуда ходить не надо». Он жил в стране, Всевышний его постоянно сопровождал. Ицхак подобен избалованному сыну. Он жил заслугами своих отцов. Любимчик всегда есть в любой семье сын, любимчик. Смотрите, у него не было семейных проблем, например, у Якова с Айсава. Родители Ишмаэля убрали Ишмаэля с пути. Вообще он чуть-чуть вначале в детстве с ним поругался и все. Дальше проблем с Ишмаэлем нет. Женитьбу беспокоиться не надо. Папа послал своего преданного раба, привели ему красивую, хорошую, порядочную невесту. Сравните с Яковом или сравните тем же с Авраамом. Не надо было выбирать хороший сын, плохой сын. Все сделала Рибка за него, за Ицхака, хотя он любил Исава очень сильно. Ицхак никогда не покидал землю Израиля. Он жил в очень ограниченной части земли Израиля. Он никогда ни с кем не воевал. Он не участвовал в войнах. Обратите внимание, Яков, который постоянно с кем-то ссорился, Авраам постоянно с кем-то воевал. Более того, даже борьба была какая-то, не война за колодцы, и все равно он уступил. Он говорит, ну ладно, он берет их откапывает, они закапывают. Он откапывает, потом берите эти колодцы. Даже здесь не война, а борьба за колодцы, и он уступает в этой борьбе. Землю сеет, получается вкратный урожай. Вот как вам какой интересный Ицхак. Пошел погулять, написано в Торе, в поле к вечеру. Он единственный пратьец, который получает удовольствие со своей женой. Тоже очень интересно. Кушать он любил, мы знаем. Ему сын приготовил блюдо, какое я люблю. Этого ничего мы не знаем ни про Авраама, ни про Якова. Вот такой интересный бог Ицхака. Он не нуждался особой помощи, у него все шло хорошо. Вот эти слова, наверное, можно сказать и поставить точку. Если Авраам это бог выхода, Ицхак это бог проживания, бог обитания. Но теперь самое интересное, а кто же такой сказали, что современный еврейский народ, он живет тем же образом, тем же шагами, в том же направлении двигается, что и Яков двигался много тысяч лет назад. Что такое Лукей Яков? Вот здесь все грустнее и трагичнее. Его бог отличается категорически от отца и деда. Бог Якова был богом бегства и спасения. Бог драмы и трагедии. Напомню, трагедия на греческом петь козлов. У нас тут козлов предостаточное количество. Мы не видим, как допустим Всевышний откровенно вмешивается в ситуацию с Яковом. Он как бы есть, но его как бы нет. Яков его не чувствует. На поверхностном уровне Тора не пишет, что открыто Всевышний вмешивался. Сколько раз открывался бог Якову, Авраам я вам сказал, бесчисленное количество раз. А сколько раз открывался Якову? Кто-то знает? Три кажется, если я не забыла. Кроме вот этого в лестнице, потом когда возвращается из Харана. Когда бежал Атайсава раз в лестнице Байтель. Он в Харане, когда велел возвращаться назад. Улавана сказал возвращайся. Потом еще это третий, когда явился Якову переправить через речку Яблова. Вот это я не знаю, считать или не считать, но потом еще говорит Аль-Тира Яков, когда он спускался в Египет. Да, правильно. Это было ему 130 лет, это самое последнее, пятое. У него между каждыми откровениями по нескольку десятков лет. Всевышний сделал все так, чтобы Яков не чувствовал помощи бога. Он все зарабатывал своим трудом. Даже если у него были неудачи, самые яркие неудачи Якова продажа Йосифа, причем он сам виноват, это признают даже хасидские мудрецы, которые склонны хвалить працов, ни в коем случае не критиковать их, но он выделил любимчика и купил ему рубашку, то есть это вина самого Якова, к сожалению, и это неудача, и он сам страдал из-за этой неудачи. Еще неудача история с Димой, у нее было не совсем скромное поведение, а он не настаивал на этом, опять проблема, и опять он страдает. То есть все страдания они Яков понимал, собственно, сделаны, созданы самим Якову. То же самое касается и успехов. Если у него были какие-то успехи, то они тоже исходили от самого Якова. То есть мы с вами уже сказали, что в истории еврейского народа бог сынов Израиля немножко сионистские у меня слова очень громкие. Как и в случае с Яковом история евреев это история бегства, странствий, изгнания, поражений, переживаний. Как и в случае с Яковом куча драматизма, трагедия, страданий в некотором смысле. Яков больше всех страдал. На втором месте Авраам и совсем мы не видим особых страданий у Ицхака. Следовательно, бог еврейского народа это бог выживания и бог спасения. Что еще нужно сказать? Нужно сказать, что какой же урок для сегодняшних евреев из этой истории про Якова и про бога Якова. Сначала необходимо надо говорить слово мы, но так как тут не все евреями являются, поэтому сначала еврейскому народу нужно пытаться справляться с проблемами самостоятельно. проявлять позитивную инициативу, ответственность принимать за свои действия. Очень глупо, если надеяться на чудо и ничего не предпринимать самостоятельно. Нельзя расслабляться, нельзя быть небрежным. Это урок, который для сегодняшних евреев из истории с Яковым. В любом случае, человек современный несет ответственность за свои поступки. Более того, Всевышний он как бы оставляет наедине нас с нашими поступками и смотрит, чем все это закончится. Более того, в нашей главе, в нашем пасуке в начале 28 главы мы видим, что есть еще один намек. Не в рыху Кольга Мишпотга Адама благословятся все семейства земли, а это уже касается и неевреев, в тебе, Яков, и в твоем семени. Очень интересно, почему в тебе и в твоем семени. Большое количество оттолкований на эту фразу, но то, которое нам интересно, это Рашбам, внук Раши. Он говорит, здесь речь идет не о благословении как таковом, хотя, допустим, Морахайм конкретно говорит благословение. Пока евреев есть храм, приносились 70 быков в Суккот, и благодаря этому еврейские народы и существовали тогда. Но когда храма нет, Широ-Ширим царь Соломон сказал, там было про землю, которая не сберегла виноградник. Даже когда нет храма, все равно нееврейские народы существуют благодаря еврейскому народу. Но Рашбам идет против своего внука, дедушки Раши, и он говорит, неврыху надо немножко по-другому переводить. Там же корень от маврых, маркиф, это когда дерево, я не знаю, далек я от сельского хозяйства, когда ветка дерева прививается, когда есть основной девочку, отрастает, и у нее появляются дополнительные характеристики по сравнению с привитой веткой у этого дерева. И что это означает? Это означает, что Яаков был стволом, и к нему будут привиты ветви из других межпоход Гаадама, из других семей земли. То, что называется ги-юры, в том числе. Как такое может быть? Очень хорошо Равширки ответил на эти вопросы. До Яакова пока не сформировался основной ствол дерева еврейского народа, нельзя было брать даже женщин в семью из других народов. Как только появился Яаков и 12 братьев, то самое Зе, Зайн и Эй, 12, Зе, и мы имеем корень столб можно камнями на примере камней, больше наверное мне нравится с деревом и с ветками, другой пример. В любом случае появилась возможность привлекать другие народы в эту семью. Поэтому споры среди мудрецов где находили наши знаменитые 12 сыновей Яакова себе невест, споры до сих пор продолжаются, а кто-то говорит, что у Яакова было... Эй, Дим, сори, мы должны эту шанну вступать в место. Уже все закончил. То есть мы имеем еще и второй урок отсюда принимать в эту семью еврейскую людей из других народов. И что еще я хотел сказать. Вот сегодня, когда еврейский народ существует, должен помнить про этот принцип масса а вот Симан-Лебаним, деяния отцов являются знаком для их детей. И ни в коем случае этого не забывать. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Я старался быстро, но как всегда не смог. Я хотел добавить еще важный ответ и простой на вопрос, почему именно Яков считается отцом еврейского народа, а не Абрама Ицхах. Потому что от Абрама произошел также Ишмаэ, так же христиан Исава, а все потомки Якова абсолютно стали полноценными отцами уже евреев. То, что называется Хайтам Метато Шлема, его кровать была совершенной, от него не вышла никакая клепа, как в начале от Абрама и Ицхака выходила какая-то нечистота, и потом уже второй потомок был уже чистым, который становился продолжателем. Если можно внести пять копеек в Наташин прекрасный рассказ о лестнице, вношу. Значит, я обращаю ваше внимание на то, что лестница стоит на земле и вершины достигает неба, и что Млахим по этой лестнице поднимаются и опускаются, то есть источник Млахим он на земле и дальше там Кадош-Бару-Гу стоит перед Яковым. Так вот, в этой картине вообще говоря, до сих пор всякие появления Млахим это были то, что делал Всевышний. Вот он посылает ангела к Аврааму там, то, сё, делай так, делай сяк, а здесь ангелы идут снизу, то есть ангелы идут от Якова. То есть в этой картине Яков уподобляется Всевышнему, человеку, который посылает ангелов. И дальше, когда он будет возвращаться из подана Рама, он, между прочим, пошлёт тех самых Млахим вперёд себя. То есть подобно тому, как Всевышний творит мир, Яков с этого момента начинает творение еврейского народа, который сам по себе тоже мир, и поэтому он уподобляется Всевышнему умением посылать ангелов туда, куда надо их посылать. Спасибо. Ну, это прекрасно, правда, совершенно не связано с тем, что я говорил, совсем не очень. это просто на ту же тему. На ту же тему, да, прекрасно, да. И вообще-то, что это такое эти ангелы, в любом случае, это не совсем понятно. Они как бы, если ты считаешь только, что это элемент творения, а не элемент управления. Элемент управления, просто Яков здесь уподобляется Всевышнему, он может посылать ангелов. Да, как бы наши дела, они поднимаются вверх, оттуда будет результат, но в том смысле, что как раз это и есть управление наградой наказания, как бы диалога такого. По-честному, сейчас он не уподобляется, он будет уподоблен в конце этой главы. Можно понимать, как намек, Дима? Можно понимать, как намек? Потом будет, да. Сейчас он видит их во сне, а потом он увидит их вживую, поэтому здесь он уподобляется, а там будет уподобляться. Ну, можно понимать, как намек. Мы не отрицаем эту точку. Господа, мы должны дать место Андрею изложить свою концепцию, иначе мы выходим за рамки временной. Sorry, 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 sorry. Кто-то должен быть швейцаром. Спасибо. Хотел еще напомнить к словам Юрия, что есть комментарий Раши на Берешит 3320 и поставил там жертвенник и назвал его Эль-Элуке Исраэль. Там не очень понятно, кто кого назвал. Есть комментарии, что это Всевышний назвал Якова Эль, то есть там опять же, что Яков уподобляется Всевышнему. Ну, я хотел поговорить про колодцы, которые мы встречаем в нашей и в предыдущих соседних главах довольно часто. Часто мы встречали о том, что колодец это место шедуха, место, где герои Хумаша встречают своих будущих жен. Но также там происходят важные встречи евреев с народами мира. Но учитывая то, что евреи у нас пока что являются только Абрамой с Хак Яков, то и также встречу с их будущими женами можно рассматривать как встречу с народами мира. Ну, сначала нужно выяснить, что такое колодец. Да, колодец, вода, источник жизни. Ну, и, как сказали мудрецы, нет воды, кроме Торы, что вода символизирует Тору. И таким образом вот эти все споры о колодцах, кому принадлежит вода, мы как раз и наблюдаем на протяжении истории, что приходят мусульмане, христиане, говорят, наша вода, то есть вы колодец выкопали, но вода наша, мы новый Израиль там и так далее. Но если в этом аспекте посмотреть на то, что происходит в предыдущей главе Толдот, то мы видим, что у народов мира с колодцами большие проблемы. Во-первых, я не нашел, по крайней мере, чтобы представители народов выкапывали колодцы. Они всегда приходят на готовый колодец, выкопанный Авраамом и Схаком, отнимают его, при этом у Схака там нет проблем, он идет и копает новый колодец. Первый колодец остается народом, но они не могут им пользоваться. Они его вместо того, чтобы пить из него воду, они его засыпают землей, в них опять нет воды, они опять идут к Схаку отнимать у него колодец. И в прошлой главе опять же эта проблема была спора с народами за колодец, была очень интересно решена. Вначале его Авимелих Ицхака прогнал, и потом Ицхак идет, копает колодец за колодцем, и в определенный момент он выкопал новый колодец, после которого Авимелих уже приходит и заключает с ним союз. саму успешность Ицхака, если до этого народы воспринимали как, что ты успешен за нас счет, уходи от нас, то есть это корень такой антисемитизма, то после определенного, после определенных действий, опять же, приходит Авимелих, уже приходит сам, не погоняет Ицхак, а приходит сам, и успешность евреев воспринимает совершенно наоборот, ты успешен, потому что ты благословен Богом. А и что же произошло, и что же поменялось, и мы читаем очень интересную вещь. И построил там жертвенник, и воззвал именем Ашем, и натянул там шатер свой, и вырыли там рабы Ицхака колодец, и Авимелих пошел к нему из Грара, то есть сразу после этого приходит Авимелих, то есть здесь присутствует жертвенник, шатер и колодец, да, жертвенник нам сразу напоминает Авраама, о котором в точно таких же словах сказано, построил там жертвенник и призывал имя Ашем. Есть метраж, что он провозглашал имя Ашем, то есть он распространял окружающим народам знания о Всевышнем. Шатер, это также можно понимать как место изучения Торы, да, и в Селес Ефет, в шатры Шема, и Авраам тот же, который ставил шатры, где он принимал гостей, и там он их кормил и рассказывал им о Всевышнем. То есть получается, что Исхак как бы установил некую систему обучения, то есть систему передачи Торы уже народам, да, и они тут же приходят, и тогда они уже приходят с мирными намерениями и заключают с ним союз, да, и что интересно, как раз после вот этого, после того, как они заключили союз, да, там, делали пир, ели и пили, стали рано утром, ушли с миром, и было в день тот, пришли рабы Исхака и сказали ему о колодце, который вырыли и сказали, нашли мы воду, то есть до этого сказали, что они выкопали колодец, но после того, как они заключили мир с народами, из этого колодца получается, как бы идет вода, да, то есть есть келим, есть кому передавать, и тогда идет вода, но это вот чисто мое имхо, да, все остальное это в основном отрава шерки я почерпнул, итак, наша глава, то есть у нас в Талдоте закончился спор о колодцах на том, что вроде они заключили какой-то мир, да, еще, кстати, важный момент, почему они заключили мир, потому что Исхак отдалился от народа, тоже вот комментаторы говорят, что это важно, что он перестал вот как бы жить то, что называется мегурей, да, как бы среди них отдалился от них расстояние и они к нему пришли, в нашей главе в Иеце тут уже наоборот, живут народы где-то далеко, к ним приходит Яков, приходит к ним Яков и видит, что у них как бы есть колодец, да, опять же, можно рассматривать как дальнейшее развитие тех же героев, вместо Исхак уже Яков, вместо Авемелиха опять же другие народы, но опять у них с колодцем проблема, да, опять он, как они в прошлой главе которые они не могут откатить, да, почему они не могут откатить, во-первых, там три стада, три стада овец, сказано, тоже есть Медра, что это три человеческие расы, Шем, Хам и Ефет, да, и они, у них нету взаимного доверия, да, то есть у них как бы они воспринимают, что воды у них мало, да, они как-то должны ее дозировать, чтобы там каждому ухватило, чтобы там вода не закончилась, чтобы там не налетела пыль, и в конечном итоге можно сказать, и там сказано, да, что когда мы все соберемся, тогда мы можем отвалить камень, и у нас будет вода, то есть это вот эта постоянная война, постоянное разногласие между народами со времен Вавилонской башни, она продолжается, она закрывает от них источники жизни, да, но при этом у них есть какое-то подсознательное убеждение, что когда мы установим весь мир, да, между собой, тогда уже у нас не будет проблемы с водой, да, мы сможем откатить камень, и воды хватит всем, да, но установить мир, они, конечно же, как мы видим, они не могут без Якова, и вот Яков здесь начинает устанавливать с ними контакт, во-первых, он называет их своими братьями, да, он говорит, ахай, ме айн атен, да, почему они ахай, почему они братья, да, евреи и неевреи, они братья как раз на уровне айн, то есть на уровне ничто, из которого и евреи, и неевреи были сотворены, да, и он им как бы спрашивает, вы помните о том, что мы братья, что мы произошли с айн, да, что мы сотворены творцом, но ответ разочаровывает, они говорят мехаран анахну, да, то есть они не помнят, что они сотворены, они говорят анахну, мехарон, апо, да, мы произошли из гнева Всевышнего, окей, на этом уровне контакт установить не удается, они не помнят свое происхождение, тогда он начинает наводить наводить контакты, знают ли они семейство Авраама, да, знаете ли вы Лавана, да, то есть семью Авраама, как бы родственников каких-то общих, да, вот это они уже знают, да, о чем это говорит, это говорит, что вот на уровне то, что называется авраамических религий, да, у них есть какая-то связь, у них на полке стоит Библия или Коран, да, они в курсе, да, какой там сюжет, как-то, и поэтому они говорят, да, мы знаем, то есть замечательно, контакт установить удалось, дальше спрашивает Яков о Шаломло, да, как бы постигли ли вы из того учения в том виде, которое у нас есть, послание мира, да, вот они говорят, да, Шалом, и вот идет Рахель, то есть Рахель в данном случае это получается тот передовой отряд народов мира, да, то есть то чистое, да, то, что удалось, как бы, то, что родилось в народах, да, из той вести искаженной, которая вот им попала, то есть то учение Авраама и Исхака, которое в них есть, да, и вот это вот Рахель, и Яков видит в ней потенциал, да, то есть, что вот эта культура, которая там была, у которой был вот этот колодец, которая знает Авраама, связана с его семьей, она смогла произвести Рахель, да, и Рахель ему нравится, и когда он видит, это дает ему силы, то есть, откатить вот этот камень, напоить сначала овец Рахеля, потом Рахеля, потом, как говорит Медраж, уже после этого камень уже не закрывал колодец, и из этого колодца уже пили все народы, их стада и так далее, вот что я хотел сказать, может, будут у вас какие-то еще замечания или дополнения. Андрей, а что говорит Рафшерки, смотри, перед тем, как он начал спрашивать, шалом у вас или не шалом, он учить жизнь их начал, говорит, вы почему днем бездельничаете, а ну быстро работать, что говорит Рафшерки, смотри, он не успел еще войти в чужую территорию, а уже начинает приказы раздавать налево-направо. Да, начинает принимать участие, возможно, это уже как раз вот то, что во времена Машиаха, да, расширение земли Израиля, когда уже там, ну что вы сделали с нашим колодцем, да, там, почему вы не пьете из него до сих пор, давайте мы вам поможем. Замечательно. Спасибо. Я еще хочу сказать вещь, которую мало кто знает. Робейну Бахи, Бээр. Секунду. Да. Я хотела, не успел, маленькое замечание по поводу тебя, твоего доклада, что ты говорил там, о какой трагедии и драмы. Я просто от имени Маниту хочу сказать, что нет трагедии у нас, у еврейского народа нет трагедии, только драмы. На самом деле, все зависит от того, где поставить точку. Вы можете любой рассказ сделать из него, из драмы и трагедии, из трагедии драмы, все зависит от того, где мы его закончили. Но он наставит на том, что трагедии у нас нет. Хорошо. Смотрите, Бээр, колодец, гематрия, Робейну Бахи говорит, со словом гер. Внимание, вопрос. Мы с вами уже изучали, Бээр был символом храма, который разрушен, который останется, третий неразрушенный, помните, да? Дальше. Бээр – это источник Торы. Мы с вами тоже учили. Дальше. Бээр – у кого-то из мудрецов я встречал… А, у Робейну Бахи – символ женщины, который надо держать закрытым и так далее. Оказывается, Бээр – колодец является еще и символом геров, людей-празелитов. Как такое может быть? Все как бы очень просто. Авраам создавал новых геров, копал колодцы. После этого, когда он умер, к сожалению, приходили плештинцы, засыпали их землей, Афар. В Талмуде написано «Не читай Афар, а читай Кфера». То есть, они брали себе старые имена, доаврамовские, и занимались ерундой. После этого приходил Ицхак, откапывал колодцы, возвращал всех геров и менял им имена. То есть, все миши превращались в Мойши и так далее. И только Яков не занимался копанием колодцев. Внимание, вопрос. А почему? У нас Авраам и Ицхак большей часть своей жизни копали колодцы. А почему Яков этим не занимается? Все колодцы уже выкопаны. Абсолютно верно. Его задача сохранить накопанное. Зерабарех крышку. Да, да. Зерабарех говорит, что почему был у Ицхака седьмой колодец, Бэйршева. Потому что в Талмуде написано «Не верь Геру в седьмом поколении». Только Машерабейну сможет получить Тору. Семь поколений нельзя... Это уже, кстати, Кабала, я далек от этого. То есть, человек, который прошел Диюр, нельзя ему верить до седьмого поколения. Хороший он был или нехороший. Его побуждение. И вот Машерабейну это седьмое поколение и он получает Тору. Поэтому и написано «Седьмой колодец», Бэйршева. Собственно, все. Да, спасибо. Очень мощное дополнение. Мне как раз не хватало вот такой базы первоисточников. Показалось, что теория верна. Да, и, кстати, по поводу храма, вот действительно, вот то, что я сказал, жертвенник, шатер и колодец. Да, это вот то, как раз то, что есть в храме. Можно добавить что-то? Да, конечно. Да, конечно. Значит, у меня такое свое соображение, я знаю, есть Мидрашин, бог Исхака, почему говорится, значит, несмотря на то, что Исхак был жив. Исхак был на жертвеннике. Дело не в том, что он слепой, мне кажется, а в том, что он был на жертвеннике. То есть он осветился так, что фактически он как бы принесен в жертву, несмотря на то, что этого не было физически сделано. То есть он обладает такой святостью, что у него как бы не могут быть никаких как бы пролетов уже. То есть он как бы осветился настолько, что теперь это бог Исхак был. Вполне может быть, да, даже очень хорошо вожать. Спасибо. Ну и да, и там же, где сказано, что они поднялись вместе с Авраамом, а вернулся один Авраам, что есть понимание, что он остался в духовном мире. Ну, это добавление, да, да. Ну, в общем, короче, вероятнее, это правда. Если можно, маленькое соображение, у нас нет времени, поэтому, к сожалению, развить не смогу подробно. Ну, вот буквально в двух словах Андрей про это упомянул. На мой взгляд, совершенно потрясающий как бы комментарий Ханан Паратазар, который приводит очень разные источники, начиная от Брешит Раба и Кончая Тани и Равкух. И все они выражаются как бы в одно слово. Идея такая, что Адам у Асулам. То есть, человек, он является Асуламом. И у нас нет времени, мы не сможем проследить, как бы, откуда-то выводятся очень интересные как бы первоисточники. Может быть, когда-нибудь, я не знаю, на следующем занятии или Бихлаль будет возможность это посмотреть. Но, как бы, общая идея, мне кажется, она капитальная, очень интересная, такая грандиозная. Бесограем, как бы, в скобках скажу, Ханан Парад говорит, что слово Асулам, оно уникальное. В Танахе больше такого слова не встречается. Что такое Асулам? То есть, Асулам это загадка. Асулам это непонятно, что это такое. И то, что по-русски вот интересно, мне хотелось сказать, когда-то Нехама, но я как бы часто говорю, что по-русски в переводе пройдется при нем. Я понимаю, что это как бы вынуждено как бы пройти. Почему? Потому что написано Алав. Стоит на ком? На нем? На Суламе? Или на Якове? Когда по-русски мы сказали, при нем? Ну, как бы парвы такое. Ну, при нем стоит, да? Хотя, вот по этому мнению стоит на нем. И вот идея такая. А дальше развивается как бы такая грандиозная картина. Что каким должен быть человек? И через Якова как бы анализируется, показывается, каким образом человек, когда он вырастает как бы символически головой и достигает Шамаем, тогда получается настоящее соединение между небом и землей. И как бы Яков именно продемонстрировал, каким образом может быть соединение, можете сказать, на уровне материального, духовного и так дальше. И то, что его голова достигает. Человек может как бы вырасти так, что его голова будет достигать небес. И в этом отношении вот эта капитальная, на мой взгляд, фраза о том, что Адам Уа Сулам, мне кажется, это потрясающая идея. Когда-нибудь, если у нас будет время, мы можем это разобрать. Можно я скажу короткое соображение на этот счет? Да, пожалуйста. Сулам – это шкала. Фактически из-за этого выражается то, что человек – мера всего. В этом смысле может пониматься. Да. Может, вечно. Так, минуты, как диху-то, немножко если воспринимать задачи человека как соединение земли и неба, то, мне кажется, в нашей жизни, и не только в нашей жизни, скорее очень часто так, это оказывается очень сложно, потому что это как бы совершенно разные субстанции. И есть люди, которые головой на небесах, а ноги до земли не достают. А есть те, которые достают в землю, но головой не могут дотянуться до неба. Это начинает с Каина и Гевелета. Бог же хочет, действительно, чтобы мы стояли ногами на земле, а головой в небесах. Братцы наши, они все больше в небесах. Единственный человек, который там на земле, который пахал и сеял, это Ицхак как раз. А он мог специально нас отправлять в Египет, чтобы мы там стали людьми земли, чтобы мы тосковали о том, чтобы сеять и пахать и выращивать воды. И сделать из этого, из пастуха сделать из него землетельца. Из человека при покрепленном в небесах засунуть его в землю, чтобы он соединился. Окей. Еще один момент я вспомнил походу. Тоже, мне кажется, потрясающая идея. У меня сейчас нет времени раскрывать книгу. Мне кажется, там написано что-то типа «Экфуши халон кам шам немца бенадам». О чем это разговор? Разговор идет о том, да, разговор потрясающий совершенно. Посмотрите, Яков находится совершенно в месте, как бы неприспособленном и не сделанном для того, чтобы, для встречи со Всевышним. То есть, он не медитирует. Он находится, что он заверите, называется, мыцука. Он находится в состоянии, когда он гонимый, он выходит без всего, у него нет ни гмалимов, ничего, ни подарков, он гоним. Более того, смотрите, интересно, на иврите это же написано «Нивга бомаком». Смотрите, при минимальном значении иврита человек вздрагивает. Нивга – это плохое слово. В современном иврите это халила, да, когда есть, не дай бог, что-то, когда люди… Это поражило. На самом деле, его это место поразило. Нивгаим – это люди раненые, когда что-то происходит, халила, да, не про нас будет сказано. И это место просто… То есть, он находится в состоянии совершенно как бы неподходящим для того, чтобы встречаться с Богом. И именно в этом месте, именно в этом месте, именно в этом состоянии он головой доходит до небес. Вот это, на мой взгляд, да, это вот потрясающая вещь. И я понимаю, что, ну, как бы, можно набрать, и правильно, наверное, так делать, огромное количество комментариев про каждого, про отца, и разбирать, и их бесконечное количество. Но вот мне кажется… Но твой всегда будет лучше. Нет, 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 это не я, во-первых, это Ханан Парад, но я хотела сказать, сейчас, Дим, доканчиваю. Мне всегда, я лично про себя, да, мне всегда очень нравятся, как бы, комментаторы, которые высказывают некоторую концепцию, которая захватывает тебя целиком. Вот эта вот концепция, да, концепция Якова, не почему он отличался от Ивраама, от Ицхака. Мы на историях говорим по-простому, Авраам, Ицхак и Яков. Не критиковать, не-не-не, я не критикую, нет-нет, я просто говорю, что это такая общая концепция, общая концепция, она нам идет потрясающей, потрясающей то, последнее то, что я хотел сказать, это уже как бы мое собственное добавление, все-таки интересно, да, смотрите, именно Яков, который, по-видимому, из всех праотцов, он самый, как бы неоднозначный в плане тех сложностей и трудностей, которые у него были, то есть все строение вот это Бета-Исраэль, это бесконечное вот эти вот переплетения, начиная с этими рождениями, соперничества, история братьев Иосифа, это все наполнено совершенно немыслим, динамическим динамитом как бы соотношения состояния. Казалось бы, если хотят выставить фундамент, возьми что-то прочное, по-простому, сделай простой кубик, в котором все четко стоит, возьми четыре твердые основы, которые не грешили, у которых не было проблем с семьей, ничего, и построи здание, но именно Яков Яков, который бесконечное количество перипетий, которые даже невозможно понять, в какую сторону это говорить, Лысхут, Лыгна и так дальше, и именно на этом строится, к чему я это хочу сказать, последняя фраза заканчиваю. Я зачастую, когда я спорю со своими собственными детьми, и они, как это часто принято в Израиле с молодежью, наверное, во всем мире, они ругают израильскую систему, вообще все плохо, государство плохо, то плохо, то плохо. Я им поражу пример, который я сам, как бы, у меня в голове. Знаете, есть такие машины, которые, ну вот, в гору когда ползут, у них, они похожи на таких вот странных существ, у них четыре колеса, они сами по себе двигаются, и они выглядят совершенно странно, они совершенно, как бы, как будто они вообще не могут, и именно они взбираются в гору, а тот, кто на прямой скорости проходит вперед, он не к чему, это к чему? К тому, что, видимо, вот эта вот история с Якуем, этот фундамент, который он заложил, и он такой непростой, учит нас, что, несмотря на наше желание видеть все вещи очень простыми, и в том числе системы управления очень простыми, системы отношений очень простыми, видимо, видимо, не на этом строится, а строится на чем-то истинном, а истинное, по-видимому, это всегда сложное и противоречивое, но тем не менее, только оно имеет как бы способность двигаться вперед и продвигаться, ну, вот это то, что я на ноге хотел сказать, окей? Да, Дим? Я вспомнил, где я видел человек-лестница, это Урахай Макадош, Урахай Макадош, он же был каббалист, и старался каббалу поменьше своей комментарии засовывать, у него даже две ешивы были в Ярушаламе, одна простая, одна каббалистическая, и я понимаю, как ему было тяжело, вот представьте себе, у него хочется сказать каббалу, но он себя сдерживает, и в своих комментариях он так чуть-чуть, капелька, капелька, а в основном он шел по пшату, и он говорит, лестница в данном случае это человек, но спящий, часть души уходит в небо, часть души остается на земле, и дальше он уже как бы рассказывает, что происходит во сне человека, то есть вот как бы точка зрения пшатная каббалиса. Ну, он намекает, да, на самом деле, конечно, у него все комментарии, большинство комментариев таких, да, это очень интересно, это как бы, я когда-то, лет, не знаю, не могу даже цифру так назвать, 40 на 34, нет, 35, один год читал Орхайба с одной знакомой на Тару, и вот это поразительно, как это заложило какой-то фундамент понимания потом, когда уже больше стали как бы уже каббалистические, действительно, какие-то вещи иногда изучать. Да, это правда. Потрясающе, смотрите тоже, слегка. Но это на самом деле нужно прочувствовать, конечно, да, все это вместе здорово, да. Ангелы, эти движения тоже интересны, по идее, но вот если это как бы, ну, хотел бы человек иллюстрацию нарисовать, да, ну, как бы, понятно, да, вот лежит человек, сулам, там вот Господь сверху, ангел туда себя ходит, ну, вот иконопись, совершенно как бы, понятная, правильно, но когда ты начинаешь, когда ты начинаешь смотреть по деталям, это как бы все, все рушится, да, мы сказали, стоит не при нем, а стоит на нем, как бы уже непонятно, как вообще Господь на нем может стоять, во-первых, смотрите, ангелы, интересно, ангелы сначала поднимаются, а потом спускаются, ну, Юра говорил, ну, да, все непонятно, по идее, это наоборот должно быть, окей, ну, хорошо, давайте сделаем так, мы договорились, что мы будем, да, откуда вообще идет лестница, там, идея, что человек это лестница, на самом деле, это очень просто, если читать на иврите, да, тут сказано, видел сон, вот лестница, то есть Яков видел сон, вершина там достигает небес, малахи поднимаются и спускаются в нем, вот этот предлог, да, в нем, он скорее относится к Якову, то есть к человеку, который видит сон, чем к лестнице, вот отсюда, видимо, вот это вот и идет, ну, плюс еще такой там, что Яков имя состоит, Ют, это первая буква имени Всевышнего, и потом идет Экев, это пятка, то есть само его имя, оно соединяет самое высокое и самое низкое. Здорово, да. А вот это получается, что какой бы ни был комментарий на этот фрагмент, значит, он должен исходить из того, что Яков находится во сне. То есть если делать попытки комментариев связывать вот это вот восхождение и нисхождение малахов вне сна человека, ну, применимо там, допустим, к какой-то жизненной ситуации, вот, то она будет, ну, получается, она не подойдет для истолкования, потому что должно все находиться внутри сна. Если находится внутри сна, тогда можно какие-то связи, параллели делать. Если не находятся, если выходят за пределы сна, получается, связи делать нельзя. Это требует размышления. Потому что я читал вот в книжке «Философия Хаббада», значит, что вот эти вот или вроде о 13 лепестках, сейчас не помню, давно это было, что там как раз восхождение и нисхождение свидетельствуют о том, что человеческий образ жизни и образ мысли, он генерирует создание ангелов. И в одном случае это могут быть малахи Илаима, а в другом случае это могут быть малахи более низкого порядка. Но во сне человек этого делать однозначно не может, потому что сон помимо него происходит. Смотрите, у нас очень интересная тема, и она настолько сложная, что мы ее разобрать все не сможем, правильно? Опять же, наше общее направление это дать, раскрыть ворота и дать народу возможность начать дистанцию и пробежку и бежать, да? А мы только делаем небольшой пуш в начале. Поэтому я думаю, будет правильно, если мы все-таки ограничим наше заседание где-то порядком полутора часов, да? И вот сейчас как бы у нас 10 по московскому, 9 по израильскому. Давайте на этом закончим, окей? Всем спасибо. Да, по-моему, было потрясающе интересно. Спасибо. Может быть, может быть, если когда-нибудь мы дорастем до того, что будет желание встречаться несколько раз в неделю, давайте встречаться несколько раз в неделю, если у кого-то есть желание дальше обсуждать. Афаста на рубан, а то фаста. Что-что? Да, есть такое выражение. Но если хочешь, надо играть, то есть, если хочешь очень слишком много схватить, то иногда все упустим. Хорошо, да. Пока, пока. Знаешь как, работает, не трогай. Да, тафаста мы рубат, это тафаста. Окей. Лога у вас. Замечательно. Тогда всем счастливо и до свидания. Спасибо. Огромное спасибо всем. Всем спасибо. Следимся на следующей неделе. Да. Окей. Всем счастливо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok